Мы снова в Лужниках. После 9 матчей у сборной Украины 19 очков. У сборной России после такого же количества матчей очков 18. На одно меньше, но прервусь, потому что нам представляют составы команд. Я предусловил моему коллеге Андрею Голованову. Пожалуйста, Андрей. Спасибо. Итак, сборная Украины в воротах Александр Шавковский, номер один, Динамо Киев. Олег Лужный, капитан команды номер два, Арсенал Англия. Третий Сергей Мизин, Карпат и Львов. Четвертый Александр Головко, Динамо Киев. Пятый его одноклубник Владислав Ващук. И также их одноклубник Юрий Дмитрулин, номер шесть. Седьмой Юрий Максимов, Верда, Бремен, Германия. Восьмой Андрей Гусин, Динамо Киев. Девятый Сергей Скаченко, Мец, Франция. Десятый Андрей Шевченко, Милан, Италия. Одиннадцатый Сергей Ребров, Динамо Киев. Главный тренер команды Ёжев Сабо. Итак, команда сейчас выстроится для исполнения гимнов. Маленький комментарий по поводу состава украинцев. Никто не ожидал появления на поле полузащитника третьего номера Сергея Мизина. Все считали, что сегодня в стартовом составе будет заявлен Виталий Косовский, которого нет даже в запасе. Но внимание, все внимание на поле. Вы видите бригаду арбитров из Англии. И сейчас национальные гимны России и Украины. Отмечный матч чемпионата Европы по футболу. Между сборными командами Росии и Украины объявляется открытым. Отмечный матч турниру Евро-2000 между сборными командами Росии и Украины объявляется открытым. КОНЕЦ 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 И так прозвучали гимны двух стран. Во время исполнения гимнов вы видели, что сегодня на матче присутствует премьер-министры Украины и России. Валерий Пустовойтенко Украина и Владимир Путин Россия. Сейчас нам показывают бригаду арбитров и капитанов обеих команд. Обмен рукопожатиями. Итак, арбитры Дэвид Эллерой Англия. Дэвид Бэпки и Дэвид Брайан его помощники. Очень опытный судья Дэвид Эллерой. Его судейская карьера продолжается уже 32 года, но в России он впервые. И состав нашей сборной. Пожалуйста, Андрей. Александр Филимонов вратарь Спартак. Наверняка у наших уже игроков в лицо узнали. Итак, второй Дмитрий Хлистов Спартак. Третий Дмитрий Хохлов ПСВ Интховен Голландии. Четвертый Алексей Смертин Локомотив Москва. Дмитрий Оленичев номер 5 Рома Италия. Юрий Дроздов шестой номер Локомотив Москва. Седьмой номер капитан Виктора Нопка Авьеда Испания. Также выступающий в испанском клубе Сельта Валерий Карпин номер 8. Егор Титов Спартаковец номер 9. Александр Панов десятый номер из Зенита. Одиннадцатый Андрей Титонов Спартак. Главный тренер команды Олег Романцев. Фольксмаги. Официальный спонсор сборной России по футболу. Итак, что касается состава нашей команды. Ну, говоря об украинцах, мы отметили, что неожиданно появился на поле Сергей Мизин под номером третьим вместо ожидавшегося Виталия Косовского. У нас относительно неожиданное появление Юрия Дроздова под шестым номером. Таким образом, у нас, как можно предположить по стартовому составу, четыре защитника. Это Хлестов, Смертин, Дроздов и Ановка. Пять полузащитников. Все обычные лица. Титов, Тихонов, Карпин, Хохлов и примкнувший к ним Оленичев. И один форвард. Скажем так, лишь один форвард, Александр Панов. Но мы знаем слова Олега Романцева о том, что совершенно не важно, сколько номинально в команде форвардов важна команда в атаке сообща вместе с полузащитниками и подключением защитников. Посмотрим, что будет. Вроде бы начинать выпало нам. С формой все совершенно ясно. Бело-сине-красная форма у российской сборной. И желто-блокитные, желто-синие футболисты Украины. Поехали. Вперед, Россия! Мяч в центре поля. Пока еще два слова о составах. У обеих команд одинаковое соотношение игроков, выступающих дома у себя и за рубежом. Семь своих игроков, то есть выступающих в чемпионатах России либо Украины. И четыре легионера. И еще. Мы не можем не вспомнить о том, что год назад украинцы выиграли 3-2. И вот если сравнивать составы, у украинцев 8 человек из того состава, который год назад нас обыграл сегодня на поле, нет. Микитина, Попова, Ковалева. Ну, Попов дисквалифицирован. Микитин, Ковалев в запасе. Два игрока из «Шахтера» зато появились. Пропускавший тот матч Лужный, Низин и Максимов. У нас же ситуация прямо противоположная. Лишь два игрока, Оленичев и Анопко, участвовали в том матче год назад. Еще трое. Яновский, Чугайнов и Семак находятся в резерве. Ну, запасных мы вам, я думаю, по ходу матча представим. Да, ну это понятно, Андрей. Совершенно ясно, что изменений в нашем футболе, а точнее в нашей футбольной сборной гораздо больше, чем в украинской. А вот справа навешивает Лужный и проскакивает высокий Скаченко, у которого вес под метр девяносто. И немножко он смутил даже своим прыжком Реброва. Тот не сумел замкнуть эту передачу. Вот первый такой звоночек. Это проход по правому флангу Олега Лужного из английского клуба «Арсенал». Первая опасность в сегодняшнем матче возникла уже, наверное, на второй или на третьей минуте. И снова контролируют мяч украинские футболисты. Паш Шевченко, но мяч до него не дошел. Наш ответ. Карпин в центре полузащиты. Панов попытался включиться в эту борьбу. И первое нарушение. Строгий арбитр Дэвид Элери из Англии. Подозвал к себе Смертина. По-моему, предупреждения не было. Устное замечание. Разыграли украинские футболисты. Вот видите, как сзади насел просто на соперника Алексей Смертин. Смотрим, какая у нас расстановка. Пока что мы видим, прогноз не оправдался. Долго газеты и все мы, футбольные специалисты, рассуждали, кто же будет прикреплен персонально к Шевченко. То ли Смертин, то ли Хлестов. Выясняется, что против него играет футболист московского локомотива Юрий Дроздов. О всяком случае, пока что. Именно шестерка нашей сборной Дроздов сейчас просто приклеился к Шевченко. Ну и у нас справа действует Хлестов. В центре Смертина и Анопка украинцев. Слева Дмитрулин. Справа Лужный. И в центре обороны Головкова-Щук. Это, в общем-то, привычное сочетание. Привычная схема игры. Тихонов. У нас, я сейчас смотрю, Тихонов, как обычно располагается на месте левого защитника. Видимо, будет действовать вдоль всей бровки он. А это Анопка с мячом, наш капитан. Интересно посмотреть, где играет Сергей Мизин. Вот тот самый Мизин, который вышел под третьим номером. Пока что я вижу, что в полузащите правый фланг у киевлян, у, простите, украинцев, свободен для подключений Олега Лужного. И одно такое подключение он нам продемонстрировал совсем недавно. Внимание. Пас направления Шевченко. Это сделал Юрий Максимов из Вердера немецкого. Седьмой номер, светловолосый футболист. А вот Скаченко был. И сейчас, конечно же, Андрей Шевченко. Все внимание этому футболисту Милана. Спонсор трансляции пива мирового качества Невская. Штрафной удар бьет Анопка. И так нам нужна только победа. Только в этом случае мы занимаем первое место. И получаем путевку, чтобы отправиться на будущий год в Бельгию и Голландию на финальную часть чемпионата Европы. В случае ничьи, что будет в случае ничьи? Нас устроит, скажем так, не победа сборной Франции. Которая в эти же минуты начала свой матч с исландцами. Но вот, внимание, врывался в нашу штрафную Скаченко. Анопка нарушает правила на самом углу штрафной площадки. Лужа идет к мячу. Но вот видишь, Шевченко что-то ему показывает. То ли, что он возьмет пробитие этого штрафного удара на себя. То ли, что ему нужно адресовать мяч. Посмотрим, не будем загадывать. Пока что свою мысль о турнирных раскладах я продолжу чуть позже. У мяча Шевченко и Лужный. Можно ждать всего, что угодно. И даже удара по воротам. Поэтому Филимонов ставит стенку из трех футболистов, которую прикрывает ближний угол. Разбегается Шевченко. Навешивает. Как опасно. И мы сразу вспоминаем, как забили нам мяч в Киеве. В том матче год назад, который закончился победой сборной Украины со счетом 3-2. Помните, тогда был фолк Яновского. С этой же точки штрафной был исполнен. И Попов открыл счет. Тот самый Сергей Попов. Единственный футболист в составе той и другой команды. Это футболист сборной Украины, который сегодня дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. И поэтому автор первого мяча в киевском матче, первого мяча ворота сборной России, сегодня не играет. А вот с мячом Дроздов. Что это? Дань хорошему выступлению московского локомотива. Блестящему выступлению, скажем так, его включения в сборную. Ну, конечно же, нет. Это шутка. Как хороший персональщик введен в состав команды сегодня Юрий Дроздов. Но, внимание, на правом фланге Карпин. Была передача кому-то. По-моему, она была адресована Дмитрию Хохлову. Но не поняли друг друга наши футболисты. И вот уже защитники, знаменитые защитники Ващук и Головко в центре обороны сборной Украины. Играют с Гусиным. Гусин выполняет роль такого оттянутого полузащитника. Больше внимания этот футболист уделяет обороне обычно. Сбивают с ног Сергея Реброва. Снова там постарался Смертин. Надо быть очень-очень внимательным играть. Значит ли то, что Шевченко отдан, скажем так, на откуп Дроздову, значит ли это, что Смертин будет свободен для организаторских действий в полузащите? Посмотрим. Пока что Оленич подобрал мяч и сделал передачу Хохлова. Хохлов идет вперед. Пас по новому. Нет, не удалось обострить игру единственному пока в составе нашей сборной нападающим. Но вот многие говорили, что украинцев устроит ничья. Украинская сборная будет играть. Олег Романсов на ваших экранах весь тренерский штат нашей сборной. Украинцы будут играть на конкур. Так как мы увидим, наверное, для многих неожиданность. И может быть неожиданность для наших тренеров. Украинцы очень активно с первых минут действуют на нашей половине поля. И пока что больше опасности было у наших ворот. Опасная игра со стороны Оленичева. О запасных. Олег Романсов заявил в запасе. 12 номер вратарь Руслан Мигматуллин. 13-й Максим Деменко. Новобранец сборной Сочинской жемчужины. Вот тут уж действительно дань его хорошим выступлением в составе жемчужины в чемпионате России. И дальше 14-й Александр Ширко. 15-й Игорь Яновский. 16-й Владимир Бесчастных. 17-й Игорь Чугайнов. И 18-й Сергей Семак. Вот все 18 футболистов нашей сборной. Внимание. Сергей Скаченко навешивает на ворота. И там вовремя мяча оказался футболист под номером 3. Но это не защитник, а полузащитник нашей сборной. Из ПСВ Эйнтховен Дмитрий Хохлов. Вот я хочу обратить внимание. Уже несколько было навесов в нашу штрафную площадь. Игра головой это, к сожалению, не самое сильное место наших защитников. И наверняка украинцы будут стараться это использовать. Но сейчас наши в пятером атакуют ворота. Четыре защитника сборной Украины. И... И врывался в штрафную там. Хохлов. Хохлов это был. Хохлов врывался в штрафную. Так и хочется ему посоветовать. Но стоит ли это делать? Пораньше, может быть, нанести удар или переправить мяч направо. Чуть направо по нову. Но ничего. Неплохо, неплохо. Мы видим, что в хорошей форме Дмитрий Хохлов. Обычно в составе ПСВ Эйнтховен он не выдерживает. Весь матч по своему физическому состоянию выходит или на замену, или его заменяют в процессе матча. Кстати, знаете что? Вот сейчас мы похвалили Хохлова. Давайте, дорогие друзья, на вашу экрану Чьёвов Саба. И сейчас расскажу, кого он заявил в запас сборной Украины. Украины, давайте договоримся и с вами, Андрей, с нашими телезрителями. Мы не будем, что бы ни произошло, не будем хвалить нашу сборную. Не дай бог сглазить. Так что не удивляйтесь нашей сухости в этом плане. Был угловой, первый угловой ворот Шавковского. Наши сохранили мяч. Титов отыграл назад. Коленичев подошел тоже в линию защиты. Вот видите, где может перехватить, забрать мяч Андрей Шевченко. Этот форвард, который совершенно не гнушается и работой в обороне, получает мяч и может пройти через все поле. Если, скажем, сравнивать Шевченко и того же нашего Панова, Александра Панова, к сожалению, должен констатировать, что Панов более зависимый форвард, более зависимый от полузащитников. Шевченко, бесспорно, как любой нападающий, тоже зависит от своей полузащиты, но он может сделать эпизод и сам, в том числе и ассистировать Реброву или Скаченко. Все нарушение правил стороны украинцев. Команды наши пошли вперед. Да, это Смертин был в центре поля. Наши перешли на поле украинской команды. Передача. Прекрасный пас и выходит к воротам. Это вновь Кохлов был. И... И Панову не дали возможность нанести удар. Нет, это Тихонов был. Тихонов шел на добивание. Какой хороший момент. И снова великолепная передача Карпина. Хохлов получил мяч в штрафной площадке и снова его немножко передержал. Передержал и уже добить не смог Тихонов. Но, внимание, навес. Все на того же Хохлова. Выходит из ворот Шавковский, о котором говорят, что игра на выходах не самое сильное его место. Вот он, Александр Шавковский, елкипер Киевского «Динамо». Но сейчас сыграл очень надежно. Кулаком переправил мяч за боковую линию. Ну что же, наши освоились, освоились. Оленичев освоились в Лужниках. Да, правильно ли меня поймут. Но так или иначе, ведь начало матча было за украинцами. И вот две острые атаки нашей команды. Это Алексей Смертин на ваших экранах был. А сейчас с мячом Владислав Ващук. Нет, уступает мяч Александру Шавковскому. Вот ногами Шавковский на линии играет блестяще. А когда подача на ворота, верхом не всегда уверена. Особенно, когда против него играют жестко. Я не имею в виду жесткую игру, как когда «Динамо» было в Англии. Когда разрешалось по мячу заталкивать ворота вместе с мячом. Но в рамках правил жестко можно сыграть против ворота. О, Анопко сорвался мяч с ноги. К счастью, бежал в другую сторону Шевченко. Тихонов играет с Оленичем. И вот уже Хохлов бросает по левому флангу Дмитрия Христова. У Христова не получилось. Тем более здесь Владислав Ващук. Но у наших аут. Итак, мы продолжаем нашу прямую трансляцию из Лужников. Панов. Матч России-Украина. Панов оставляет мяч Карпину. Карпин переправляет на правый, на левый фланг. Мяч не дошел до Тихонова. Вот я смотрю, все больше, все чаще Смертин оказывается рядом с Сергеем Скаченко. Но мы помним, как великолепно сыграл Смертин в матче с французами. Нейтрализовав опасную фору до нылька. Может быть, сейчас будет приставлен Скаченко. Внимание! Шанс у Титова. И мяч срезается с ноги. Да что же это такое? Ну, винить во всем дождь, который прошел в Москве с утра и в которой мы, Россия, сейчас понемножку. Но, по-моему, даже можно было пробить поворотом. Вот делал передачу Панову вместо этого. Титов, собственно, как и сейчас он пытался сделать пас. Польксмаги. Официальный спонсор сборной России по футболу. Наши усиливают давление. Это очень приятно. Но как же не использовать такие моменты, которые дважды уже были у Хохлова и один раз у Титова. Анопка на своей половине поля. Да, в Москве две недели была очень хорошая, теплая осенняя погода. Но вот сегодня погода, как назло, испортилась, похолодала. Шел целый день сильный дождь. Но поле, поле в хорошем состоянии, потому что работники стадиона предусмотрительно накрыли его пленкой. И оно от дождя не пострадало. Ну, сейчас продолжает накрапывать мелкий дождь. Я не думаю, что это очень сильно скажется на качестве поля. Это Гусин. Дмитрий Рулин. И вновь назад. Ващук. Наши тоже пытаются прессинговать. Говорю тоже, потому что прессинг на чужой половине поля. Это оружие Лобановского. Оружие сборной Украины. Внимание, пас Тихонову. Самоотверженно бросается ему в ноги Лужный. Капитан команды и выговаривает своим партнером. Видимо, это не его функция была здесь. Действительно страховать по центру атаки нашей сборной. Нужный игрок фланговый. Видимо, кто-то не справился. Скорее всего, Головко не справился с своей задачей. И получил нагоняя от капитана. Вот видите, как может выпрыгнуть маленький Ребров. Вот он с мячом. Ищет Шевченко, но делает передачу на Гусина. Вот снова Ребров. Пас на левый фланг. Шевченко с мячом. Не обвел Дроздова. Скажем так, полу обвел Дроздова, если позволите. И нашего футболиста подстраховали. Оленчев рвется вперед. Не рискнует нарушать против него правила украинца. Оленчев идет дальше. Подставлено бедро. Совершенно очевидный штрафной. Владислав Ващук сфалил. И очень опасный момент. Прямо по центру ворот. Наши получили право на штрафной. Вот вы знаете, с самого начала этой атаки. Вы видите повтор. Испугался сфалить Юрий Дмитрулин. Испугался получить желтую карточку. Его поэтому легко прошел Оленчев. Ну а здесь подставлено бедро. Точнее весь корпус поставил Владислав Ващук. Можно, можно сыграть против этих футболистов. И Головко, и Ващука, и Дмитрулина. Если ты играешь быстро, это совершенно точно, я вам говорю. Устанавливает стенку Александр Шавковский. Кто у нас будет бить? Мостового в составе нет, как вы знаете. Не будем возвращаться к этой теме. Все внимание на поле. И у мяча другие люди, которые могут пробить штрафной. В частности, Хохлов, который очень активно выглядит в сегодняшнем матче. Он на ваших экранах. Полузащитник голландского клуба Эйнтховен. Рядом с ним Карпин, герой отборочного цикла чемпионата Европы 2000 года. Просто руками вталкивает еще одного защитника своего в стенку Шавковский. Внимание! Разбегается Хохлов. Удар бездарно. Но хоть что-то извлекли наши из этого штрафного удара. Повторно наносил удар Оленичев. Попал в Юрия Максимова угловой. Оленичев на ваших экранах. Итак, угловой. Полглавым. Россия, видите, уверенно впереди. Невысокий панов. Там несколько игроков сборной Украины. И Шавковский все-таки, хоть мы отмечали, что не всегда он уверенно играет на выходе. Забирает мяч. Далеко сразу бросает. И опасно. Это Шевченко. Подталкивал. Подталкивал он нашего футболиста полносмертенно. Да, гарный хлопец Шевченко сфалил в этом эпизоде. Но даже в этом эпизоде, который закончился нарушением правил с его стороны, мы смогли увидеть, насколько он опасен. Во всяком случае, насколько он заряжен на борьбу. Ведь не секрет, сколько было разговоров. И говорили, что даже Лобановский упрекает молодого Форрада в том, что он схватил звездочку, как говорят футболисты. Ну, заболел звездной болезнью. Что он вернулся из Милана несколько другим, чуть ли не зазнавшимся футболистам. Да нет, я не верю в эти рассказы. Это все слова. А дело, дело вот на поле московского стадиона в Лужниках. В любом случае Шевченко ни в коем случае нельзя давать, извините за тавтологию, свободно принимать мяч. Обязательно должен быть рядом опекун. Неважно, кто-то персонально будет играть в Шевченко или в зависимости от какой зоны он будет появляться, с ним будет жестко действовать. Но если Шевченко дать возможность на скорости получить свободный мяч, то его уже остановить будет практически невозможно, что он не раз нам показывал. Лужниках, значит, в центру поля Скаченко резко сыграл. Хорошо. И вот снова не поняли друг друга. Это Максимов делал передачу Шевченко. Хорошо, что есть какой-то разнобой в действиях украинских футболистов. Титов. Коплов. Непонятно, то ли Панову, то ли Тихонову, на кого он рассчитывал. Некоторые дуэли здесь уже обозначились на поле. В частности, мы видим, что нашего питерца Александра Панова персонально держит Александр Головко. Четвертый номер. Разница в росте впечатляющая. Сыграно больше 15 минут. И вы знаете, матч очень хорошо смотрится. Зрелищно, интересно, яркий. Многие считали, что игра не будет зрелищной. Что вся борьба будет вестись на узком участке поля, где-то между двумя штрафными площадками. Спортсмены обеих команд стараются минимум риска допускать. Действует предельно осторожно, жестко, плотно. Но мы видим, что это не совсем так. И порой даются очень хорошие комбинации футболистам обеих команд. И вот это атака сборной России. Карпин по правому флангу бросает в прорыв партнера. Титов на правом фланге. Подача. Но вот видите то, о чем мы говорили. Головко выиграл, естественно, дуэль в воздухе у Панова. И который уже удар. Третий, по-моему, удар по воротам. А не ничего. Правильно, правильно. Нужно пробовать бить издали. Ну что, Андрей, что, дорогие друзья, в полузащите центр поля пока наш. Пока наш. Много было разговоров о том, что у нас более сильная линия полузащиты. Но ответом украинской стороны и ответом критиков этого постулата было то, что, собственно, к полузащитникам-то украинской сборной в плане организации игры можно причислить спокойно и Реброва, и Шевченко, и только Скаченко выдвинуть вперед. Поэтому зря говорите о слабости полузащиты сборной Украины. Она не состоит только из номинальных полузащитников. И, тем не менее, несмотря на все это, пока что наша полузащита захватила центр поля. Но, внимание, понимаете, украинцам достаточно ничьи. Им достаточно одного острого укола Реброва и Шевченко. И потом попробуй взломай оборону сборной Украины при счете 0-1. Но, внимание, очень активен Хохлов. Пас на левый фланг. Подключается Хлестов. Отдает Оленичеву. Видите, какие-то пустоты зияют в обороне сборной Украины. Тихонов простреливает. И вот уже какая-то паника. Паника. Переполох в штрафной площадке Украины. Кстати, посмотрел в Ставаре. Переполох это исконно украинское слово, между прочим. По нашему испуг. Но это так, к слову. Брасывает аут. Тихонов. Может сильно бросить. Но на этот раз четко сыграли головой. Все такое развитие событий в матче не дают невозможности даже назвать запасных тех футболистов, которых Ёжев Саба заявил сегодня в резерв. Но сейчас закончится эта атака. Назад отыграл Анопко. Титов Анопко. Анопко переправляет мяч по новому. Вот видите, какой жесткий головко. Итак, Ёжев Саба заявил запасного голкипера Вячеслава Кернозенко. И полевые игроки. 13-й номер Владимир Микитин. 14-й Сергей Коновалов. 15-й Александр Коваль. 16-й Сергей Ковалев. 17-й Сергей Кормильцев. Знакомая фамилия, да? В прошлом игрок сборной. Игрок. Да, и сборной России, кстати. Он провел один матч с бразильцами. А так он играл в Уралане. Был куплен киевским «Динамо». И сейчас стал гражданином Украины. И 18-й номер Геннадий Мороз. Это запасные сборной Украины. Сообщение нашего редактора Ольги Журовой о матче Франции-Исландии. На 21-й минуте на стадо Франц французы, увы, открыли счет. Говорю увы, потому что в случае ничейного исхода вот этого матча в Лужниках нас устроит только не победа Франции. Ничья в матче на стадо Франц или поражение французов. И то, в случае ничьи здесь в Лужниках, это выводит нас только на второе место, которое предполагает дополнительный матч за путевку в Бельгию и Голландию. Одним словом, и услышав вот это сообщение о том, что произошло в Париже на 21-й минуте, говорим еще раз, надеемся только на собственные силы. Только на нашу победу. Ну и вообще, сегодня, завтра в Европе играется 21-й отборочный матч. И мы вам результат уже можем сообщить. Впрочем, это сделаем после атаки сборной России. Тихонов и пытался пробить по воротам из трудного положения, не получилось. Типичная игра Тихонова была, да? Может быть, кто-то ждал передачи, а он из-под защитника пытался пробить в нижний, ближний угол. И пас уже Оленичева, Карпину перехвачен. Да, пожалуйста, Андрей. Так вот, мы знаем, что сборная Швеции выиграла 2-0 у команды Польши. Шведы давно уже стали победителем в своей группе, завоевали путевку на чемпионат Европы. Но этот счет 2-0 в матче Швеции-Польши очень выгоден англичанам, которые в итоге заняли второе место. У них, как у поляков, 13 очков. Но по личным встречам англичане впереди 0-0 и 3-1 в пользу англичан. Так что англичане на втором месте будут участвовать в переходных матчах. Опасный момент какой. Хорошо, что мяч попал в спину, но, внимание, продолжается игра. Мяч попал в спину Гусину после удара Дмитрулина. Да. Сердце ёкнуло рядом со штангой. Рядом со штангой в падении бил Сергей Ребров. Очень много внимания Андрею Шевченко, но рядом с ним блестящий, такой же блестящий форум. Вот и смотрите, что он делает в окружении четырех футболистов нашей сборной. И схитрился так пробить поворотом Сергей Ребров. Можно говорить, что контролировал мяч Александр Филимонов, что прикрывал угол. Но, вы знаете, я бы не стал утверждать это на все сто процентов. Лужный сыграл с Максимовым. Максимову сзади подкрался. Вот молодец. И Панов тоже отрабатывает сзади. Помог защитникам на грудь. Принял мяч Карпин. Не получилось. Вот Мизин сыграл в центре поля. Подкатился под Титова Гусин. И пас направо Лужному. Лужный. Кто-то поговорил о том, что его футбольная карьера уже скоро закончится. И вдруг у киевского «Динамо» его покупает английский «Арсенал». Не всегда, правда, он там выходит в основном составе. Но, тем не менее, опыт, упорство, уверенность в себе. Всех этих качеств не занимать Лужному. Слева Тихонов. Спартаковское забегание. Оленичев Тихонов должен отдать. Но Оленичева вовремя прикрыли. Все тот же Лужный. Поэтому пас назад Титову. Титов пришел не на свой край. Идет в центру. Отдает Дроздову. Дроздов может и созидать. Но, честно, мои слова проверки. Но вообще мы знаем этого футболиста. Да хотя бы взять последний матч «Локомотива» с «Зенитом». Правда, он завершился со счетом 1-1 в чемпионате России. Но там Дроздов показал себя как неплохой созидатель. Имел шансы забить. Но сегодня его главная задача – это нейтрализация Шевченко. И рядом со Скаченко, напомню, Смертин. Вот сейчас так эти две парочки и входят в районе центральной линии. Тем не менее Скаченко сумел, несмотря на атаку Смертина, отыграть на Реброва. Такая жесткая борьба. И снова Лужный. Скаченко. Тут у боковой линии борьба. Олег Лужный на ваших экранах. Да, он действует активно вдоль всей бровки. Бросает из-за боковой. Анопко перехватывает мяч. Анопко, который по существу принес нашей команде победу в Андорре месяц назад, забив два мяча. А у него всего четыре мяча в активе. А лучшим борьбе у нас Карпин пять мячей. Россия не в атаке. Это Дроздов сделал передачу Панову. Панов отыгрывает назад на Титова. Налево Оленичеву. Вот такие элементы спартаковской игры. Головко снова хорошо играет головой, что неудивительно. Не успел тут к мячу Максимов. Наши отобрали. Это Титов отдал Оленичеву. Оленичев идет по центру. Хороший пас. Но Валера Карпин лишнее движение. И успел под него подкатиться все тот же Головко. Мяч остается у наших. Анопко отправил его Карпину. Карпин навешивает. И не точно головой сыграл Андрей Гусин. Высокий Андрей Гусин. Анопко отдает Смертину. Ну чувствуется невероятное волнение, напряжение наших футболистов. И отсюда вот такие незначительные, может быть, но какие-то ошибки при последнем пасе, в завершающей стадии атаки. Но настроич хороший. И Смертин бьет издалее. И как бьет? Есть. Есть моменты. Есть провалы в киевской, в украинской обороне. И я вижу сейчас Южев сам подошел к бровке. Показывает что-то своим игрокам. Показывает защитникам. Алексей Смертин подключился в атаку. Ну, возможно, первый раз в сегодняшнем матче. В основном он здесь действует против Скаченко. Как мы уже отмечали. У нас сбалансированный состав, который уже давно определился. Изменения минимальные. Вот 18 человек. В последний момент к ним прибавился Максим Деменко, как мы уже отмечали. Значит, кому-то не нашлось места среди основных футболистов запасных. Это Спартаковец Виктор Булатов. Его нет на поле и нет в числе запасных футболистов. Я говорю об общем числе футболистов, которые были приглашены Олегом Романцевым на сбор национальной команды. Шахлов, пас вперед. Чуть-чуть не точно. Да, там Дмитрулин опередил Титова. Кстати, вот говорилось до матча, что левый фланг, на котором играет Дмитрулин, это самое слабое место у сборной Украины. Но вот и мы видели уже несколько довольно опасных моментов, которые именно на его фланге возникали. Но мы ждали появления там Косовского, да? Косовского заменил Низин. Но вот сейчас в данном случае играет Гусин на левом фланге. Хорошо сыграл в отборе Анопко и оставил мяч. Али ничего. Ошибся. Кохлов. Такие ошибки допускать не стоит. Вот передача Максимову. Снова четко Анопко. Молодец, молодец Анопко. Хорошо сыграл. И это уже опасная игра. Нет, английский арбитр. Мы знаем манеру английских арбитров. И нужно делать на это скидку. Удар по нашим воротам наносил Низин. А в предыдущем эпизоде, наверное, 90% арбитров из других стран мира назначили бы свободный удар за опасную игру со стороны украинского футболиста. Но не Дэвид Эллерей из Англии. Три Дэвида сегодня в судейской бригаде. Эллерей, Бабский и Брайан. Карпин с мячом. В центр полузащиты сместился. Отдал Оленичеву. И Ващук спокойно играет на Юрия Дмитрулина. Дмитрулин левый фланг. А здесь на левом фланге, мы говорили об отсутствии там номинального полузащитника, уже готов был принять мяч Шевченко. Там не получил. Шевченко тут же рванулся в центральный круг и получил мяч там. В последний момент Дроздов выбил мяч. Это вообще-то был подкат сзади. На что Шевченко указывает английскому арбитру. Но английский арбитр последователен. Он дает поиграть. Но может быть посчитал, что в общем, ну не совсем сзади был подкат. Частично сбоку. Может быть это и принял во внимание Дэвид Эллерей. Лужный. Пас вперед в направлении все того Шевченко. Дроздов на месте. Дроздов после долгого перерыва появился в составе сборной. В стартовом составе. Последний раз он играл с Арменией, когда мы выиграли 3-0. Это было в марте месяце еще. После этого он оставался после кандидатов. Но тренеры его ставили в состав нечасто. Но вот сегодня в последней выборочной встрече вновь доверили место. Среди 11-ти. Тихонов бросает из-за боковой. И дорогие друзья, чтобы нести ясность во все эти теоретические расклады, мы сказали, что нам нужна победа. В каком случае нас устроит ничья? Поражение, внимание, нас не устроит ни в каком случае. Я говорю потому, что было в газетах такое недопонимание. Говорили, что в каком-то случае может даже наше поражение вывести нас в финальную часть чемпионата Европы. Нет, если мы проиграем, никакая победа сборной Исландии над французами нам не поможет. Не буду приводить точные раскладки. Поверьте мне на слово. Россияне контролируют мяч пока в центре поля. Сыграно уже почти 30 минут в первом тайме. 0-0. А напоминаю, на стад до Франц, где французы принимают сборную Исландии. 1-0 в пользу хозяев поля. Оленичев оставляет Тихонову. Немножко слабовато получилось. Хорошо, что наш мяч сохранили усилия Михохлова. Но у того из-под ног в падении Гусин мяч выбил. И вот видите, где Ребров играет. Правда, мяч потерял. Выручает, пытается выручить Ващук. И ему это удалось. За мячом устрамляются Скаченко и Смертин. Смертин первый отдает назад Анопко. Анопко вперед играет. В нас получает мяч наш капитан. Боль всех матчей сыграл за сборную России Виктор Анопко. Рекордсмен по этому показателю среди всех, кто на поле. Это Дроздов. Смертин. Вы знаете, Смертин был настроен на то, чтобы играть против Шевченко. Очень такой психологический момент. О, какой момент. Головко. Мне показалось, руками придерживал Панова. Судья. Видел этот эпизод по-своему. Посмотрим еще раз. Мощная спина Ващука нам закрыла обзор. Но мне показалось, что Панова придерживали. Вот Смертин был настроен на то, чтобы играть против Шевченко. И такой психологический момент. Он несколько дней назад, дней пять назад давал интервью газете Спортэкспресс. И даже его еще не спросили про Шевченко. Он сам заговорил по собственной инициативе об этом форуме. Видимо, было видно, что все мысли Смертина только о Шевченко. Но вот, внимание. И какой опасный момент. Хорошо Скаченко, хорошо Шевченко. Как тоже будет держать маленького Сергея Реброва, который сейчас наносил удар по нашим воротам. Вот смотрим еще раз этот эпизод из-за ворот Филимонова. Совсем один. Совсем один Ребров. А мы знаем, как здорово и по матчам Лиги Чемпионов, да и вообще, как здорово Ребров может сыграть на втором этаже. Несмотря на свой малый рост. Относительно малый рост. 172 сантиметра. И наши быстро отвечают. Ты головой будешь? Ну, сейчас можно только гадать, как бы развивались наши атаки вот в эти первые, сколько уже, больше 30 минут игры в первом тайме. Если бы рядом с Пановым был другой форвард, скажем, бесчастных. Но вот так решил сегодня Олег Романцев. Один нападающий. И атаковать за счет атакующих полузащитников. Шавковский ловит мяч. И вот это он делает здорово. Бросает прямо на Андрея Шевченко. Уже второй эпизод. И обратил внимание наигранная такая комбинация. Смертин оказался сейчас в единоборстве Шевченко. Но тут же Дроздов. Дроздов обыграл. Смертин подстраховал. Было нарушение правил не со стороны Смертина, а со стороны его помощника в этом эпизоде Юрия Дроздова. Пока обходимся без желтых карточек. Хотя... Ну и, да, просить Андрей хотел сказать, что Шевченко силен только своим умением забивать мячи. Но на нем он зарабатывает штрафные и даже пинаются легко. Внимание. Вот бьет штрафной Шевченко. Подача. Господи ты, боже мой. Ну как же упустили. Как же упустили Мизина. Был совершенно один перед воротами. Переправлял мяч чуть дальше. Смотрим еще раз. Шевченко подает. Врывается в штрафную Мизин. Один. Вообще один. И хорошо наш капитан на месте. Анопко. Риску забить мяч в собственные ворота. Переводит его через перекладину. Вот это момент. Сергей Ребров. Филимонов выходит. Его толкали. Толкали Филимонова. Здесь все правильно разобрался Дэвид Эллерей. В любом случае игра на втором этаже. Это не самое еще раз скажу сильное место нашей сборной. Украинцы этим хорошо пользуются. Несколько очень опасных было навесов, прострелов и ударов по воротам нашей сборной. Но сейчас был навес, вы видите на своих экранах Реброва, а был навес на Гусина, высокого футболиста. И в общем он перепрыгнул Филимонова. Рост 189 сантиметров. Гусин перепрыгнул Филимонова, но правда с нарушением правила. Облокотился на него. Анопко выручил в предыдущем моменте. Мы говорили о зияющих таких пустотах в обороне украинской команды. Но и наши защитники не безгрешны, скажем так, еще мягко. Титов получил мяч от Смертина. Отдает назад Клистову. Клистов может подключиться, может пробить. Титов. Хохлов. Хохлов хороший дриблинг. Титов. Как-то отскочил мяч от нашего полузащитника. Смертен. Хохлов. Заметную роль играет Хохлов. Сейчас хороший пас Карпин. И Карпин переводит. Немножко мяч не дошел до Реброва. О, простите, до Панова. Чем-то похожи эти форварды. Да, сейчас здорово сыграл Ващук. В штрафной площадке головой прервал эту передачу. Смертен. Впереди футболисты не очень хорошо двигаются нашей команды. Приходится долго тому, кто начинает атаку, ждать, что кому сделать передачу. Кто свободен. Ребров. Да, это можно было ждать, если бы прессинг был сильный со стороны Борной Украины. Но пока что я бы не сказал, что они так уж сильно прессингуют наших на нашей половине поля. Хорошо, отобрали мяч у Реброва. Карпин смещается в центр, отдает Хохлову. Хохлов передачу вверхом. Как-то ждали чего-то более целенаправленного. А так пустил такую свечку. А вот трибуны. По-моему, это сектор украинских болельщиков. По данным газеты Спортэкспресс, 10 тысяч болельщиков с Украины прилетело, приехало, добралось до Москвы. Сейчас вы их видели. Ну, а всего больше 80 тысяч. Такими новые лужники я еще не видел. Ошиб сейчас Титов, но в каком-то смысле его ошибку исправил Максимов. Переадресовывая мяч Оленичеву. Максимов, футболист сборной Украины. Ничем хорошим для нас это не закончилось. Но Анопка начинает новую атаку. Сейчас я вижу Смертин. Оказался рядом с Шевченко. Временно ли это? Дроздов где-то в стороне. Нет, нет, Смертин отошел. Все внимание на Скаченко. Рядом с Шевченко Дроздов. А вот удар поворотом. Какой удар Дмитрия Хохлова. Мяч летел в угол. И Александр Шавковский во всей красе. Высокий рост, 191 сантиметр. У этого галкипера. Но блестяще играет. Особенно вот в таких моментах. Игра на линии. Посмотрите. Пас. Тихонов вывел на удар. Мяч летел прямо в нижний угол. Вы все видели сами. Подача углового. Тихонов. Тихонов подает. Но не совсем удачно это делает. Да, вот по такой погоде. Сейчас вы, наверное, видели, когда трибуны показали. Какой моросящий мелкий дождь. Очень кстати пришлось бы дальние удары. И нет. Нет. Выше всех выпрыгнул Головко. Высокий. Прекрасный играющий головой. Еще один удар. Будет угловой. Да. Там река. Мяч попал в кого-то из украинских турболейцев. Да. Бил Христов. И все закончилось угловым. Смотрите, как недоволен Ёжев Саба. Ну, а наши что делают? Наши раз за разом навешивают на Панова. Ну, Головко переигрывает его на втором этаже. Это очевидно. Ну, давайте смотреть дальше. Тихонов подает. На этот раз пас был адресован Хохлову. Вот он с мячом. Спиной шторфной площадки. Хорошо. И бьет. Мяч. По-моему, попал в штангу. И это обман зрения. Ну, наверное, обман зрения выдаю желаемое за действительно. Хотя какая разница, если не в ворота. Смотрите, как развернулся. В окружении трех игроков. И пробил неожиданно. Мне показалось, что чиркнул под штанги. Но не знаю. Дело не в этом. Удар от ворот Александра Шахковского. Хохлов один из лучших в нашей сборной, если не лучший, в первом тайме. Полузащитник, который сейчас очень удачно играет за ПС Вейнтховен. Регулярно в основном составе. Регулярно забивает. По-моему, в последнем туре чемпионата Голландии. Сейчас ПСВ лидер. Очевидный лидер голландского чемпионата. И Хохлов один из лидеров этого клуба. Вот он же снова с мячом. Смертен. И ошибается. Непростительно, я бы сказал, ошибается. Украинцы сразу вчетвером перешли на наши половины поля. Но они тоже не спешат. Дроздов молодец. Но потом немножко передержал мяч. Он атаковал с Каченко хорошо. Отлично. Оленичев, Тихонов вышел. Шавковский перебрасывает удар. Немножко не хватило. Немножко не хватило роста по нову. Ах, как все было здорово. Оленичев, Тихонов. Здорово играет эта связка. Оленичев увидел Тихонова. Уже Тихонов не стал перебрасывать через Шавковского. Шавковский удачно вышел из ворот. Но пас. Пас по нову. Он был рядом. Метрах в трех от линии ворот. И немножко не хватило техники, может быть. Ну и роста тоже, как я уже сказал. Обидно. Обидно. Вот вам и закрытый футбол. Ничего себе. Сколько моментов у тех и других ворот. Тихонов на левом фланге. Снова комбинирует с Оленичевым. Оленичев сейчас преследовал Андрей Гусин. Пас Дроздову. Вот осмелел Дроздов. Оленичев получил мяч от Тихонова. Не стал ходить в шрафную площадку. Подача. Удар. Положение вне игры было, показывает арбитр. Я не видел. Или он показывает на угол вратарской площадки, что удар от ворот. Обил поворотом Титов. Какой момент. На вес Оленичев. Оленичев разводит руками. Но что еще? Как лучше-то дать нельзя. Но вот из-за ворот мы видим. Нет. Выскакивал. Все нормально. Выскакивал из-за спины. Выскакивал из-за спины защитников. И да. Удар от ворот. А тем временем украинские тренеры, вы видели, готовят замену. Владимир Микитин. Защитник. Из Донецкого Шахтера. Сейчас разминается под 13 номером. Не устраивает Йожифа Сабакак. Знаменитая хваленая украинская оборона действует. Сыгранная. Где все отладно игровые связи, взаимопонимание. Не устраивает Сабу, как играет в обороне украинская сборная. Микитин готовится выйти на поле. Наши вновь атакуют. И, увы, мяч попадает в ногу кому-то из украинских футболистов. Но отскакивает прямо вновь к россиянам Тихонов. Там Холестов подключился к атаке. А это уже Оленичев. Оленичев. Подача. Рвался к этому мячу Карпин. Но первый Шавковский. Дорогие друзья, по-моему, на стадо Франц все ясно. На сороковой минуте счет стал 2-0 в пользу чемпионов мира. В пользу сборной Франции. Все. Франция выигрывает. У Франции, ну, условно, скажем так, к своим 18 очкам прибавляет еще 3. Становится 21 очко. Французы обходят украинцев. Значит, сборной Украины нужна только победа для того, чтобы занять первое место. Ну, и только победа нужна, естественно, нам. Я не думаю, что исландцы что-то смогут сделать в такой ситуации. Там с французами. Внимание, Скаченко не стал входить в штрафную площадку. И, на мой взгляд, тем самым спас сборную России. Удар из-за штрафной не получился. Спонсор трансляции пива мирового качества Невская. Да, дорогие друзья, замена готовится. Выходит Владимир Микитин. И я не верю своим глазам. Южев Саба заменяет центрального нападающего Сергея Скаченко. Вот это сюрприз. И вместо него выходит на поле полузащитник Владимир Микитин. Вот Скаченко уходит с поля. Немножко недоумевая. Но, видимо, тут дело даже не в самом Скаченко. Или что? Так его надежно прикрыл Смертин. Я думаю, что все-таки дело в какой-то общей концепции игры. И тактику свою хочет кардинальным образом поменять Южев Саба. Но посмотрим. Микитина мы помним по первому матчу в Киеве. Тогда он блестяще прикрыл Андрея Кончельскиса. Вот. По-моему, если не ошибаюсь, он сейчас футболист Донецкий Шахтер. Тогда он был в Карпатах. Да, Андрей? Да, совершенно верно. Микитин вообще игрок основного состава сборной Украины. Но говорят, что ему не всегда удается хорошо взаимодействовать с отлаженной, хорошо сбалансированной киевской обороной. Вот четверка и тройка из Динамо. Три защитника плюс Лужный. Поэтому не всегда его тренеры выпускают. Но сегодня вот вышел. Посмотрим, как он сможет усилить оборону украинской сборной. За три всего минуты до окончания первого тайма. 0-0 пока. Да, дорогие друзья, экономя время и, так сказать, решив больше рассказывать о самом матче, мы не посвящаем вас в подробности турнирного пути двух команд. Вы все блестяще, сами прекрасно знаете. И наши шесть побед подряд. И только украинцы стали неожиданно терять очки по ходу дела. Наши атакуют. Оленичев отдает Тихонову. И Тихонов снова забегание. Оленичев. Но этих забеганий ждут защитники сборной Украины. Естественно. Сейчас опытный Лужный. Вот он на ваших экранах. Аут будет вбрасывать Тихонов. Оленичев. Игрок Ромы. Тихонов бросает. В последнее время стал часто бросать прямо в штрафную. Но этого ждал Александр Шавковский. Стоит ли говорить о том, как хорошо знают друг друга две эти команды, две школы футбола. Некогда это была одна советская школа. Ну и в ней различалась, конечно, школа киевская и московская. Об этом мы говорили в нашей футбольной овертюре перед этим матчем. Но противостояние продолжается. Продолжается сегодня на стадионе. Переполном стадионе в Лужниках. Прямая трансляция общественно-российского телевидения. Пока 0-0. И это не устраивает нас. Бьет Смертин. Пропускает мяч между ног. Панов. Там как-то неловко действует Головко. Показалось, что мяч даже скользнул у него по руке. Но, конечно, не о поумышленной игре рукой говорить не приходится. И с мячом уже Хлистов на правом фланге отдает назад Анопко. Да, Анопко с мячом. Это Гроздов. Где у нас обосновался Владимир Никитин? Но все на том же левом фланге против Карпина. Как в Киеве там он играл против Кончельскиса. Сейчас вот против Валерия Карпина. Почувствовали угрозу с правого фланга. Угрозу своим позициям тренеры сборной Украины. А разве нет угрозы с левого фланга? Здесь Оленичев и Тихонов. Ну и острыми выпадами Шевченко и Реброва. То и дело отвечает сборная Украины. Пока согласитесь, преимущество у нашей сборной. Я не говорю об острых моментах. И было примерно поровну. Об общем преимуществе. Владение мячом, скажем так. Тихонов. Тихонов с мячом смещается в центр. Хорошо, что здесь Анопко рядом оказался. А на его месте пока Смертин играет. Сейчас занял место Анопко. Но потеряли наши мяч. И это может быть очень опасно. Так, здесь уверенно надежно сыграл Филимонов. Как, наверное, и должен был. К Филимонову было немало претензий перед матчем. Но тренеры вновь ему доверили место в составе. И будем надеяться, сегодня он не подведет. Гусин. 0-0. Это нас не устраивает, как я уже сказал. Главное, чтобы наши не поддались такому мандражированию. Вот по поводу, так сказать, неудачного и не устраивающего нас счета. Потому что момент мандража, извините за грубое слово, был. Взять хотя бы опрос Спортэкспресса в интернете. Где-то дней за пять до матча болельщики, 70% болельщиков высказал за победу сборной России, делая прогноз. Ближе уже к сегодняшнюю матчу, а точнее в сегодняшнем номере. Вот снова не получился удар головой у Панова. Уже в сегодняшнем номере это число 70% сократилось до 47%. Поэтому я говорю, главное не мандражировать и не бояться. Впереди еще много времени. И мы видим, что судья добавляет одну минуту к основному времени первого тайма. Ну, в общем, матч очень динамично проходит. Нарушений немного, пауз вообще практически нет. Так что вряд ли судья мог бы больше добавить. Сборная России идет в очередную атаку, теряет мяч Панов. Гусин. Пас на Максимов. Там нарушали правила? Нет, нет, все в рамках правил. Просто Максимов мяч потерял. И вот теперь Смертин. Посмотрим, как тут перегруппировались. Но мы уже сказали, что на левом фланге защиты Микитин занял место. Впереди сейчас, в данном эпизоде, остался только Шевченко. И рядом с ним Дроздов, и рядом с Нимановко. А наши атакуют Оленичев. Тоже активен сегодня. Тоже активен, потому что мы отмечали уже активность Дмитрия Хохлова. И Шавковский. С 96-го года, вот как Саба возглавил сборную Украины, и с тех пор никому, кроме Шавковского, этот пост номер один, как его называют, не доверял. Ну и все, первый танк завершен, ничья 0-0. 0-0. У нас перерыв, у нас будут кое-какие прямые включения в перерыве. Напомним, что на стадо Франс, где французы, Олег Роман с наших экранов, где французы принимают сборную Исландии, выигрывают чемпионы мира со счетом 2-0. И в общем, можно сказать, что там все ясно. Там все ясно. Поэтому борьба за выход, за путевку на чемпионат Европы будущего года идет здесь, в Ложниках, и украинцам, и нам нужно побеждать. Уже надеяться на Исландию не приходится. Перерыв. На редкость интересный, на редкость зрелищный. Такой открытый футбол. Этот открытый футбол, на мой взгляд, даже был слишком открытым для команды Украины, исходя из ее турнирного положения. И именно поэтому Ёжев Саба по ходу тайма заменил нападающего Сергея Скаченко на полузащитника Владимира Никитина. Посмотрим, единственная ли это замена. Второй тайм начался. Как мне кажется, это единственная замена. Я коротко напомню составы команд сборной Украины. Александр Савковский вратарь, капитан команды Олег Лужин номер 2, Сергей Мизин третий номер, Александр Галахов номер 4, Владислав Ващук номер 5. Шестой Юрий Дмитрулин, седьмой Юрий Максимов, восьмой Андрей Гусин, десятый Андрей Шевченко, одиннадцатый Сергей Ребров, тринадцатый Владимир Микитин, Ёжев Сабу, главный тренер сборной России. Александр Филимонов вратарь, вот он с мячом сейчас. А это Сергей Ребров, у которого два дня назад, кстати, родился ребенок. Тоже дополнительный стимул, кстати, в хорошей игре. Конечно. Второй Дмитрий Хлестов, третий Дмитрий Хохлов, четвертый Алексей Смертин, пятый Дмитрий Оленичев, шестой Юрий Дроздов. Седьмой катан команды Виктора Нопко, восьмой Валерий Карпин, девятый Егор Титов, десятый Александр Панов, одиннадцатый Андрей Тихонов, главный тренер Олег Романцев и о судьях. Три Дэвида, Дэвид Эллерей, Дэвид Бэпски, Дэвид Брайан, все из Англии. Наши с мячом это Тихонов. Но я еще должен напомнить вам, что Украина, какой у нас сегодня соперник, Украина удерживает первое место в группе уже со второго тура. Никому не уступая это самое первое место. Пять побед, четыре ничьи. Пропущено всего три мяча. Меньше во всем отборочном цикле только у команды Швеции один мяч пропущен. Вот так, причем все три мяча, вообще к чему я все это говорю? Все три мяча пропустили украинцы со стандартных положений. Два от нас. Вот удар, хороший удар из Даляновка. Два мяча от нас пропустили и один от исландцев. Поэтому особое внимание стандартным положением. И я вот согласен с мнением Валентина Бубукина, которое вы услышали в перерыве. Да, Йожев Сава разрушил украинский атакующий клин. Шевченко, Ребров, Скаченко, заменив Скаченко. И вот остались Шевченко и Ребров только на острие атаки. Но сейчас по ходу матча, поскольку этот счет устраивает сборную Украины, относительно устраивает. Он выведет украинцев на второе место, лишь на второе место в группе в случае победы сборной Франции. Но так или иначе, второе место это какой-то шанс, это возможность сыграть дополнительный матч за попадание на чемпионат Европы, в финальную часть. Так вот, по ходу матча я думаю, что и Шевченко, и Ребров будут все чаще отходить назад и выполнять оборонительные функции, что они делают и имеют очень хорошо. Смотрите, вот действительно, что сейчас делал Дроздов правильно. Нужно не давать Шевченко получить мяч. Пытаться сыграть на опережение. Дроздов-то сыграл, но потом мяч как-то отскочил к украинскому форварду. Но для нас все закончилось нормально, потому что в центре поля Тихонов переправляет на правый фланг, где хозяин Карпин хозяйничал весь первый тайм. Настолько, что даже Сава пришлось выпустить сюда запасного футболиста Владимира Микитина, который обосновался на левом фланге защиты. Мне показалось, что придерживал сейчас за майку или даже за трусы Дроздов своего подопечного. Да, это и зафиксировал Дэвид Эллерий. Штрафной удар. Штрафной удар. А я также напомню, что о, какой дождь на Лужниковском стадионе. Правда, для зрителей он не помеха. Зрители сидят под роскошным козырьком. Квот украинцы не пропустили. Они пропустили мало всего. Три мяча, как Виктор уже сказал. И ни одного мяча не пропустили в гостях. Единственная команда, которая, играя на выезде в этом отборочном турнире, не пропустила ни разу или ничьи 0-0, или победы с сухим счетом. И у нас пока 0-0. Сборная Украины активизировалась. И сейчас из-за боковой будет бросать Олег Лужный, капитан команды. И вообще, дорогие друзья, я не знаю, я не фаталист и не очень верю в проведение. Но, по-моему, с самого начала, когда жребий свел в одной группе Украину и Россию, вот простите, простите, сейчас первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Это должен четко был зафиксировать арбитр. Не совсем было ясно. Но, может быть, сейчас мы разберемся, кому было показано. Да, вот видите, спасибо нашим режиссерам. Дмитрий Хлестов, известный своей жесткостью, наш защитник получил желтую карточку за неправильную атаку соперника. И шкафной удар продолжил свою мысль позже. Господи ты мой, ну как же, как оставили одного Сергея Реброва? Ну что же такое? Спонсор танцляции пива мирового качества Невская. Снова один Сергей Ребров был прямо перед воротами Филимонова. Вот украинцы не дают нашему маленькому Панову так распоряжаться в своей штрафной площадке. Но один раз предоставили им возможность пробить головой. Правда, очень опасно. А Ребров уже вот не первую возможность такую имеет. Так вот, с самого начала турнира, когда жребий свел Украину и Россию в одной отборочной группе, по-моему, Богу было угодно, чтобы все решилось вот именно на этом последнем матче, в очном споре. Именно поэтому, повторяю, не фаталист, но так или иначе, мы, потеряв все, сначала начали набирать очки, а Украина неожиданно стала эти очки терять. Все подводило нас к тому, что этот матч будет решающим. И снова было нарушение правил. Правда, за это уже, ну, желтую карточку не положено давать. Но что-то немножко разъярился Хвистов. Сейчас он атаковал, жестко атаковал Шевченко. И снова шторфный удар в той же самой точке. Но сейчас-то будем смотреть за Ребровым. И рядом с Ребровым все тот же Хвистов. А Нобка сторожит высокого Андрея Гусина. Филимонов отбивает мяч кулаками. Правильно, мяч мокрый. Шевченко может и так пробить, как это он сделал сейчас. Вернул мяч в поле. Вот сейчас Микитин. И хорошо еще раз сыграл головой. И сзади удар по ногам. Бил по ногам Оленичева Дмитрулин. Судья показал. Судья видел, что было нарушение правил. Мяч остался у наших. Показал, можно продолжать. А наши мяч потеряли. Может быть, было лучше для нас там тогда с мячом расстаться. Сразу же пробить штрафной. Какая ошибка. Что Хвистов расстроился. При упреждении отдал мяч прямо украинскому футболисту. Наши редакторы нам сообщают, что исландцы пытаются что-то там сделать на стадо Франц. Забили один ответный мяч. Сборная Франции в параллельно проходящем матче на своем поле выигрывает у команды Исландии со счетом 2-1. Уже 2-1. Ну а с мячом рассияния это Хохлов. Длинный пас вперед на Панова. Панов принимает мяч. С той, правда, спина разворачивается. И что дальше? Дальше пяткой партнеру. Штрафной площадь. И бить не дают. Олей ничего. И да, сейчас даст штрафной. Во-первых, для начала приглашает врача на поле Дэвид Эллерей для помощи центральному защитнику Александру Головко. Посмотрим. Вот этот момент рвется. Просто наседает на него Оленичев. Все заканчивается падением Головко. Тут еще спина Шавковского была. Вот с трудом Головко поднимается. Александр Головко, 27-летний, опытнейший передний защитник Динамо Киев и сборной Украины. Может и зону сыграть, и по игроку. Но вот судья пока показал, что не было нарушений ни стороны Головко, естественно, ни со стороны Оленичева. Потому что угловой удар. Мяч отброшен назад. Оленичев бьет. Четвертый удар уже нашего полузащитника. Поворотом. Он сегодня играет в центре полузащиты. Здесь у нас такой кулак. Если по флангам расположились справа Карпин, слева Тихонов. В центре ударный кулак. Очень неплохо смотрится Хохлов, Титов и вот Оленичев. Если бы еще это принесло какой-то результат. Но внимание, Панов скидывает Оленичеву. Оленичев бьет. Мимо ворот. Сколько сегодня бьет Оленичев. И очень здорово сейчас Головой оторвался от своего опекуна. Панов, может быть, воспользовался тем, что Головко еще не до конца пришел в себя. После вот своего этого столкновения и падения. И очень здорово Панов скинул мяч головой под удар Оленичеву. Удар от ворот. Смотрим повтор этого игрового эпизода. Да, острейший момент. Сейчас дали вот пробить Дмитрию Оленичеву. Очень талантливому, способному футболисту, которому, увы, не находится место в составе итальянской Ромы. Он выходит, к сожалению, на поле эпизодическое. Но хотя Олег Романцев в свое время и говорил, что он будет доверять только тем легионерам, которые играют и играют постоянно. Но, тем не менее, ставит Оленичева в состав. Этот старается оправдать тренерское доверие. Дроздов. Дроздов и Анновка остановили сейчас проход Шевченко. И тут же опять вперед на Оленичева. А все началось с того, что вы видели, как вышедший на замену Микитин сейчас обокрал Карпина. С чего началась вся эта опасность, угроза нашим воротам. Да, Оленичева не очень везет в Роме, хотя иногда он там подвиги совершает, когда выходит на поле, когда ему дают поиграть. Нарушение правил на ваших экранах Андрей Гусин. Волнорез, полузащитник такого оборонительного плана. В свое время мог попасть в московский осмарал, но отказались за него выложить необходимую сумму. А так неизвестно еще, как бы сложилась футбольная судьба Андрея Гусина. И даже скажу так, за какую сборную он бы играл сегодня. Но это уж так совсем, совсем отвлеченный, совсем какой-то такой дикий прогноз. Оленичев увидел Панова. Ну вот, шанс у Панова. С краю бьет. Как немножко это напомнило момент на стадо Франц. Получил и удар, правда, тогда был справа фланга, справа и сейчас слева. Бил в нижний угол и вот в ближний угол не догонял его Бащук в этом эпизоде. Не надо Лужному показывать арбитру, что было в положении вне игры. Тем более мяч у его команды остался. Сыграл Низин. Анопко надежно отобрал мяч у Дмитрулина. Пришел на помощь Дмитрулину Ребров и выбил мяч в аут. Из-за боковой бросает. Нет, Хохлов уступил это право Тихонова. Пошла волна по стадиону. Болельщики подбадривают, как только могут, нашу сборную. Оглушительным свистом встретили известие о том, что на стадо Франц. 2-0 счет был. Ну, наверное, когда Диктор объявит, что 2-1, гораздо больше будет радостных эмоций. Тем временем сборная России идет в атаку. Оленчик делал передачу. И Панов как-то пытался сыграть грудью. Но было сложно в окружении защитников. То ли себе сбросить под удар, то ли сделать передачу. Правда, кому там было давать в итоге мяч у Шавковского. Да, огромное внимание, что мне вам говорить к этому матчу. Волнение по поводу этого матча в нашей стране. Вы видели большой телемост Москва-Киев, посвященный этой игре. Вчера посвятили группа Чаев, выступившая на том же самом телемосту. Посвятила свой концерт матчу России-Украина. Мы все ждем победы. И все ждем известий с Тастадо Франц. А там фантастика. Исландцы сравняли счет. 2-2. Сразу смотрим свои записи. И ничья в Париже, ничья во Франции устраивает нас даже в случае ничейного исхода здесь. Почему? Потому что в случае ничейного исхода Россия наберет 19 очков. Столько же будет у сборной Франции. Но у нас лучшее соотношение забитых и пробущенных мячей. Ах, милые исландцы, милые исландцы. Внимание, опасный момент. Это Ребров. Браво, браво, капитан. Блестяще. Нашу команду в очередной раз, в который раз уже в составе российской сборной, спасает Виктор Анопко. Бросился под удар Сергея Реброва и спас сборную России. Итак, у нас 0-0. На Стадо Франц 2-2. Вот это турнир. Кто же в итоге попадет на чемпионат мира Евро... чемпионат Европы? Фольксмаги. Официальный спонсор сборной России по футболу. Итак, продолжается дождь. Как сказали бы наши сегодняшние соперники, дождь в Сей-Де. Продолжается и наш матч. И с мячом Хохлов. Пас на левый фланг. Там Тихонов возвращает Хохлова чуть назад. И уже мяч в нашей половине поля. Знают и наши футболисты о том, что на Стадо Франц 2-2. А лучше им этого даже и не знать с технологической точки зрения. Мы продолжаем играть на победу. Все меньше и меньше думают об атаке футболисты сборной Украины. Вот этот выстрел и рывок в нашу штрафную площадку Реброва во втором тайме. Согласитесь, скорее исключение из общего правила. Мячом владеют наши. Анопко получает. Подключается в атаку. Отдает Смертину. Смертин. После того, как его разгрузили в связи с уходом с поля Скаченко, все чаще подключается в атаку. Но вот Максимов с мячом и неточная передача. Хорошо. Говорят, что Максимов не в лучшей форме. Дай бог. Дай бог. Мы болеем за сборную Украины. Мы болеем за Динамо Киев. Во всех случаях. Кроме тех, когда они играют против российских клубов или против российской сборной. Подача. Рикошет. Выходит Шавковский и опровергает мнение о том, что он слабо играет на выходах. Ждет передачи. Показывает партнером Кохлов. Оленьчев видит его. Но подать сложно. Потому что Оленьчево атакует Ващук. Взбивает. Взбивает уже Ващук с ног Тихонова. Штрафной удар наши пробьют. Бесчастных. Сейчас выйдет на поле Бесчастных. Второй форвард бросает в бой Олег Романцев своего второго нападающего. Снова в очередной раз. Но на этот раз уже Сергей Мизин выиграл дуэль в воздухе у Панова. Христов на своей половине поля. Ановка. Сколько сыгретов во втором тайме? Может быть нам покажут время. Да, 15 минут, чуть меньше. Это Карпин. Времени полно еще, чтобы забить мяч. Тем более сейчас усиление такое нашей атаки. Если выйдет Владимир Бесчастных. Который хоть и не часто появляется в составе Рассинга. Но тем не менее находится в неплохой форме. В последнем туре даже мяч забил испанского чемпионата. Но пока мяч улетел в аут. Наши сейчас, наверное, будут производить замену. Быстрое сообщение для любителей мини-футбола. Дина выиграла сегодня третий матч межконтинентального кубка у бразильской Ульборы со счетом 4-3. Увы, такой победы с таким разрывом было недостаточно. Надо было выигрывать больше. И поэтому по сумме трех матчей Дина проиграла. Бразильцам достался межконтинентальный кубок. В большом футболе шведы выиграли у поляков со счетом 2-0. И из их группы выходят Швеция и Англия. Вернее так, Швеция заняла первое место, получила путевку в Голландию-Бельгию. Англия заняла второе место, будет участвовать в переигровке в дополнительном матче. Есть там показатель Англии не лучший среди команд, занявших вторые места. По-моему, это не так. Потому что, вы знаете, из девяти команд, занявших вторые места, одна команда попадает напрямую с лучшим показателем. Остальные восемь играют между собой по четыре путевки. Но, внимание, Панов и снова воспоминания Стадо Франц. Бросается ему в ноги Александр Головко. Передача была неплохой со стороны Дмитрия Хохлова. Дирижера, одного из основных дирижеров наших атак. Вот смотрите, в сегодняшнем матче. Под правую ногу Панову. Ну, сверху, вы видели, да? Держал сверху, положил руку на плечо по Новости Александр Головко и помешал нашему форварду. Вы слышите, да? Это болельщики узнали о том, что счет 2-2 в матче Франции и Исландии. Ну, и давайте поздравим нашу молодежную сборную. Мы, по-моему, еще об этом не говорили, которая выиграла сегодня у сборной Украины 2-0. Я пока не знаю, мы пока не знаем, как сыграли молодежные сборные Франции и Исландии. Но сборная России, как минимум на втором месте, у нее 18 очков, и она продолжит борьбу и за попадание на молодежный чемпионат Европы, и за путевку на Олимпийские игры в Австралию. Тем временем под номером 17, да, уточним, под номером 17, а не под номером 16, как он числится в протоколе, который, кстати, изобилует ошибками. Кстати, Тихонов назван Александром, а не Андреем. Но вот как раз вместо Андрея Тихонова и вышел на поле Владимир Бесчастных. Вот интереса с вашей точки зрения, логична ли эта замена? Она, безусловно, логична ее, потому что сделал главный тренер нашей сборной. Но, честно говоря, я не ожидал, что заменят именно Тихонова. Хотя, может быть, не знаю, можно говорить о том, что, если брать полузащитников, то активнее сегодня и Карпин, и особенно Хохлов, и Титов, и, бесспорно, Оленичев. Да, может быть, это и учел Олег Романцев, делая такую замену. Владимир Бесчастных из испанского клуба Racing Santander. Вот, внимание, Андрей Шевченко, трое против него. Ох! Последний момент, кстати, Дроздов. Выбил мяч. Холестов. Смертин. Смертин сейчас занял место на левом фланге полузащиты. Титов. Оленичев. Нет. Выбивает мяч Гусин. Быстро напомню, что пока известны шесть команд, которые вышли в финальную стадию чемпионата Европы. Это хозяева бельгийцы-голландцы, а также сборные Швеции, Испании, Норвегии и Чехии, которые досрочно обеспечили себе первые места в группе. Причем чехи вообще что-то не поразительное показывают. В девяти матчах девять побед. Ну вот еще осталось определить десять финалистов. Титов навешивает Панов. И в последний момент, ну устали об этом уже говорить, все тот же Головко. Головой переправляет мяч вау. Вбрасывает Оленичев. Раз за разом наши посылают мяч на голову Пану. Может быть сейчас уже лучше на бесчастных играть верхом. Если уж играть верхом. Хорошо. Карпин откинул Смертину и Смертин сходу пробил. Смертину чаще, чаще нужно идти вперед. Сколько раз он выручал свой локомотив. Ну вот и сейчас бы так. Удар от ворот. Александр Шавковский. Это объявление о замене. Зрители на 80-тысячных трибунах Лужников приветствуют появление на поле сообщения о появлении на поле Владимира Бесчастных. Карпин проиграл дуэль в воздухе. Шевченко. Сзади его атаковал Дроздов. И в какой-то степени помог Анопко отобрать мяч. Филимонов. Филимонов ввел мяч в игру. Надо сказать, что у Шавковского, и я вот согласен с мнением Валентина Бубукина, собственно, мы об этом тоже говорили в первом тайме, получше получается вводить мяч в игру рукой. Помните, как два раза он бросил мяч в направлении Шевченко и сразу начало атаки. Это вот Микитин. Чтобы не рисковать, потому что его атаковал Карпин. Отправляет начинается по Шавковскому. Похвалили Шавковского. Немножко сглазили. Сейчас мяч у него срезался с ноги. И вот уже Лужный. Вроде бы отбойный такой удар. А получился пас на Реброва. А Анопко. Положение вне игры. Было положение вне игры у Реброва. Хотя достаточно опасно было. Там выигрывал дуэль в воздухе Юрий Максимов. Волнуются наши тренеры. Но теперь они уже знают, что по Франции в Париже, вернее, в пригороде Парижа Сен-Дени, счет 2-2 в матче Франции-Исландия. Это тоже очень важно. Мы продолжаем играть на победу, стремиться к победе. Но, повторяю, в случае ничьи здесь в Лужниках, нас устроит не победа Франции. Поражение или ничья в матче. Поражение Франции или ничья на стадо Франции. Пас назад Феремонову. Только ногой можно сыграть, но не так же. Дроздов подключился в атаку. Мизин. Дроздов уверенно. И Хохлов. А вот это не точный пас. Даже непонятно, кому была адресована эта передача. Но неважно. Максимов с мячом в центре. Хорошо подключает Олега Лужного. Лужный, не входя в штрафную, подает. Молодец Филимонов. Браво. Все уступили, расступились. И наши, и в том числе и украинцы. Дали возможность для удара Сергею Мизину. Он пробил в нижний угол. Филимонов все видел надежно. Мы опять, увы, проигрываем на втором этаже борьбы. И вот сейчас, может быть, очень опасно. Перехватили украинский футболист и мяч. И посмотрите, посмотрите. Двое против одного защитника. Против Анопко. Ну, благо, ошибся футболисты украинской сборной. Да, спасибо Анопко, но спасибо и Гусину. Спасибо и Гусину, который не смог переправить мяч Реброву. На встречных курсах пошла игра. Ну, относительно встречных курсов я бы, я, наверное, так, поспешил сказать такую вещь. Потому что все-таки это была отдельная контратака украинской команды. А мы вынуждены оголять свои тылы. Их, нам нужен гол. Оленичев. Низом хотел сделать передачу, по-моему, на Паново. Но как-то получилось немножко корявенько. Оленичев подает. Пятеро наших в штрафной. Очень легко Шавковский забирает мяч. И вот правильно, 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 побольше так бросать. Титов. Шевченко был недоволен сейчас действиями своего вратаря. Бесчастных. Его передачу. Низин перехватил его передачу Оленичеву. И наши очень хорошо. По бронительной линии Яновский, Чугайнов. Есть полузащитник Симак. И есть острый форвард Александр Ширко. Так что не исключен вариант, что и Ширко появится на поле тоже сегодня. Не будем загадывать. Внимание, Хохлов. С трудом украинцы, значит, вынесли из своей штрафной. Но наши его потеряли. Серия взаимных ошибок смертен. Сама фамилия Хохлова сегодня обязывает его забить украинцам. Но внимание. Пас налево Христов. Нет, не получилось. Вовремя подкатился Андрей Гусин. И вот уже вынужден отыгрывать назад Оленичев своему капитану. А нобка идет вперед. Широким шагом приближается до последней передачи. Шавковский забирает мяч. И туда вперед в направлении Шевченко. Неудачно. Вот только нам стоило сказать, что Шавковский уверенно выбивает мяч и далеко бросает. И точно так он несколько раз сыграл не совсем удачно. Ребята, ну немножко, немножко пояростней. Что-то как-то сникла наша полузащита. Какие моменты были в первом тайме? Как врывались в штрафную и Хохлов, и Титов, и Оленичев. Но вот усилил Шсаба защиту. И как все изменилось с появлением на поле Владимира Микитина. Оборона как-то по-другому. Вот такие пустоты зияли в обороне сборной Украины. Все как-то изменилось. Но внимание, Хохлов. И вот подкат Дмитрулина. И Микитин с мячом. Не точно играет в пас. Недоволен этим Дмитрулин. И наша снова очередная волна. Атаки наша накатывается. Держат бесчастных. Нет, бесчастных в борьбе. Нет, там была честная, честная борьба нашего форварда с Ващуком. Ничего не могу сказать. Олег Романцев сидит на месте и только курит одну сигарету с другой. Это его стиль, это его манера. Ну а Йожев Саба бегает у кромки поля. Раны радовались. Франция забила третий мяч в ворота исландцев. 3-2 на стадо Франц. И нам снова нужна победа. Смертен с мячом. Смертен с мячом в центральном круге. Пас вперед. Карпин. Украинцы лихорадочно просто отбиваются последние минут 10. Бесчастных. Карпин. Это очень сильно. Это очень сильно, к сожалению. Двадцать минут осталось до окончания матча. Двадцать минут и нам нужна только победа. Только победа нужна сборной России. Пока ситуация не в нашу пользу, учитывая то, что французы выиграют. Хотя там тоже, как и у нас, 20 минут до конца все может измениться. Французы славятся хваленой обороной, которая за весь чемпионат мира, по-моему, один мяч пропустила. Но исландцы же смогли дважды ее наказать. Дважды при счете 0-2, когда, казалось, все уже ясно и французы удержат преимущество. Это время владения мячом у нас двукратное превосходство. Но этот показатель очень относительный. Он мало о чем говорит. Можно владеть мячом гораздо меньше времени, а создавать больше моментов и забивать. Поэтому нужно подкрепить вот это преимущество преимуществом другим. Также в счете, в цифрах, в забитых мячах. Но пока 0-0. Мы перешли полностью уже на контратаке, на тактику игры в обороне с контратаками. Наши соперники, эта модель опробована ими в матчах с Францией, в выездном, в частности, матче с Францией, когда оборона очень здорово сыграла. И в итоге даже больше шансов, чем у французов, было в контратаках у самих украинцев. Чего стоил тогда один выход Шевченко, один на один с Бортезом. Шевченко не забил. А так все могло бы закончиться и победой сборной Украины с учетом 1-0. Вот эта модель сейчас тоже. И нужно очень внимательно отнестись к тому, что сделали ставку на контратаке киевляне. Потому что Шевченко в хорошей физической форме. Он чаще всего, если вы обратили внимание по статистике, забивает или в конце первого тайма, или во втором тайме. Сейчас даже играя в Италии. Так что всего от него можно ждать. Это был неудачный навес на ворота Оленичева. И удар от ворот. Замена готовится у сборной Украины. Это 18-й номер. Геннадий Мороз. Полузащитник из клуба Кривбас Кривой Рог. Да, Мороз пропустил довольно много из-за травмы серьезной, паховых колец. Но вот сейчас его в сборной все-таки взяли диспетчер клуба из Кривого Рога. Одного из лидеров сейчас украинского футбола. Кстати, Андрей Сняшвайс, по-моему, именно тот футболист, который отказался от предложения киевского «Динамо» перейти. Совершенно верно. Команда Лубановского. Я сомневаюсь, ему бы нашлось там место в составе. Может быть, он и правильно сделал. Может, это и стало решающим в его выборе. Действительно. Но согласитесь, нас это интересует сейчас в очень малой степени. Нас интересует то, как играет сборная России. Сможет ли она в оставшееся время забить мяч. Да, тем временем Лужный подключился в атаку. Подача. Шевченко принимает мяч на грудь. Пытался изящно одним касанием переиграть Дроздова. Не тут-то было. Не тут-то было Шевченко. Не кажи гоп, пока не перескочишь, как скажут на Украине. Наш Дроздов тоже парень не промах. Анопко. Смертен. И еще одна замена там готовится. Я вижу в спину Сергея Ковалева. Он играл в первом матче за сборную Украины в матче в Киеве. Сразу две замены готовит Саба. Наши тем временем атакуют. Наши атакуют и с мячом. Хохлов. Длинный пас. Сейчас бежать на Паново. Что там такое? Держали. Держали Паново. Паново, да. Штрафной удар. Вот возможность. Вот возможность. Просто прекрасная. Мяч какой-то странный. Это фолы 10-8. А вот два премьер-министра на ваших экранах. Премьер-министр России Владимир Путин. Премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко присутствует на сегодняшнем матче. А я не могу понять. Паново держали руками совсем в другом месте. Гораздо ближе к центру. Видимо, чуть раньше было нарушение. А, чуть раньше он зафиксировал. И футболисты, может быть, не услышали просто свисток. Понятно. Гол. Гол. Валерий Карпин. Валерий Карпин открывает счет в сегодняшнем матче. Петарды. Петарды над Лужниками. Мы ведем 1-0 в матче с Украиной. Валерий Карпин герой отборочного цикла. И в этом матче сказал свое слово. Все. Больше ни слова комплиментов. Встает правительственная трибуна. Встает наш премьер-министр Владимир Путин. Мы ведем 1-0. Покажите время. Покажите время. Это за 15 минут до конца матча. Удар. Он пробил стенку. Пробил Шавковского. Гол. Россия впереди. 1-0. И будем надеяться. Украинцы сразу же делают замены, о которых мы говорили. Уходит с поля Днитрулин, по-моему, под шестым номером. Если я не ошибаюсь. И выбегает даже раньше, чем Ковалев. Ковалев появляется на поле. Появляется на поле 16 номер Ковалев. Я имею ввиду даже раньше, чем Геннадий Мороз, которого вы представили до него. Да, 1-0. И оживают лужники. Какой гул, какое скандирование стоит над лужниками. Я не хочу сказать, что до этого трибуны молчали. Но сейчас это нечто. И Карпин снова рвется вперед. Валера еще. Без частных открывается. Карпин назад Титову. Я не обратил внимания, показали нам время или нет. Сколько остается. Теперь будем считать минуты. Эти самые хвылыны. Но... Ах, как сказали бы на Украине. Шестой мяч Карпин в отборочном турнире. Он забивал в этом турнире очень важные мячи. Лучший бомбардир нашей сборной в отборочном турнире. Забил важнейший мяч с Исландии, когда мы выиграли 1-0. Забил на стад де Франс. Забил прекрасный мяч ворота сборной Армении. В первый мяч с Армянами два мяча. Дорогие друзья, я боюсь ошибиться. Я боюсь ошибиться. Может быть вы даже это видели лучше меня, чем я отсюда с верхотуры комментаторской кабины. Но, во-первых, это выходит Геннадий Мороз. Выходит на поле. Кого он заменил? Он выходит на поле вместо Юрия Максимова. Но, по-моему, по-моему, бил-то по воротам Карпин. Но не подставил ли свою голову там Александр Панов? Он был прямо перед Шавковским. Во всяком случае, сделал такое движение навстрече мячу. Может быть. Я не исключаю такую возможность, что именно Панов забил мяч. Но не знаю, если у нас будет возможность еще раз посмотреть. Может быть, в любой точке повтор этого момента. Но вот так или иначе. И во вне игры он точно не был, Панов. Потому что там на линии ворот стоял украинский защитник. Помимо Шавковского был еще и полевой игрок. Так, ну, внимание, меньше, меньше эмоций, дорогие друзья. Три замены уже в общей сложности произвели наши соперники. Бесчастных с мячом. Собственно, нам и не важно, кто забил Карпин или Панов. Рвется Оленичев. Пас Бесчастных. Бесчастных бьет прямо по центру ворот в руки украинскому вратарю. Тот уже ногами вводит побыстрее. Вводит мяч в игру. Анопко. И бьет в аут. И так аут украинских футболистов бросают. Мы просим почаще показывать, сколько осталось времени до окончания второго тайма. 12 минут, чуть меньше сборной Украины на половине поля нашей команды. Пошел вперед Мизин. Потерял мяч Анопко. Выбил подальше. Гусин. В любом случае, был ли это Карпин, как мы сказали с самого начала, или Панов подставил голову, Киевляне в этом отборочном цикле пропустили уже четвертый мяч со стандартных положений. Все свои мячи стандартных положений. Анопко выбивает мяч прямо на Бесчастных. Не надо отходить в оборону. Очень большой соблазн сейчас стеной встать у своей штрафной площадки на пути украинских нападающих полузащитников. Не надо. Надо продолжать играть в свою игру. В ту игру, которая принесла нам успех, который мы имеем на данный момент. Панов. И пытался перебросить мяч. У него в ногах оказался кто-то, вот не кто-то, а Владимир Никитин. Но мяч ногу не задел футболиста из Донецка. Поэтому удар от ворот. Педантичный арбитр Дэвид Эверей показывает, что нужно четко зафиксировать мяч на линии вратарской площадки для исполнения этого удара. Тем временем Сергей Симак из ЦСКА готовится войти в игру. Вместо Панова. Панов уходит с поля восторженным гулом. Провожает его трибуны. Панов благодарит болельщиков. Панова благодарит рукопожатием Олег Романцев. И потом все тренеры нашей сборной. Весь тренерский штаб. Нам интересно, как там развиваются события. Ой-ой-ой. Какой опасный момент. Сейчас такая борьба была на грани фола между Шевченко и Дроздовым. Уже в нашей штрафной площадке. Атакует. Ребров атакует. Филимонова прессинг. Киевский прессинг против Филимонова в данном случае. Нам интересно, как там развиваются события на Стадо Франц. Пока неизвестно. Поэтому будем считать, что пока французы выигрывают 3-2. А это значит... Нет, не буду говорить, что это значит для сборной Украины. Не буду говорить, что это значит для нас. Игра продолжается в Лужниках. Мы ведем 1-0. 10 минут до конца матча. Смертин играет на Бесчастных. Бесчастных вернут Смертину. Но слишком многого ждал Бесчастных от Смертина. После почти целого матча, проведенного на поле. Такого матча ждал какого-то свежего рывка к воротам сборной Украины. Нет, конечно. И подскудно, наверное, мыслью Смертина, так же, как у остальных наших игроков, все-таки сейчас сводится к тому, как же, как сдержать. Как, наверное, удержать этот приемлемый для нас счет. С этим ничего невозможно поделать. Можно сколько угодно говорить. Продолжайте атаковать, продолжайте атаковать. Но об этом, наверное, думает сейчас Олег Романцев. А вперед идет сборная Украины. 9 минут до конца этого матча. Не считая добавленного времени. Мяч сорвался с головы у Хохлова. Сам же он исправил свою ошибку. И рвется по левому флангу Оленичев. Идет, 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 идет. Набирает скорость. Открывается Бесчастных. Титов предпочитает отдать Карпину. Ром, мы сказали, кого Семаку заменил во всей этой суете. Панова, Панова. А, да, конечно, он заменил Панова. Теперь один форвар Бесчастных у нас. Вот ему и адресован этот мяч. И Дебо тоже опережает Головко, который автоматически переключился после ухода с поля Панова. Переключился на Бесчастных. Перевал передачу Карпин. Пас назад Анопко. Время работает на нас. Прямо под носом у Шевченко. Шевченко показывает партнеру, что же никто не перекрывал это время Дроздова. Дал ему спокойно принять мяч. Хохлов назад Оленичеву. Оленичев возвращает Хохлову. Хохлов в Семак. Теперь у нас такая армейская пара, условно назовем ее так. Когда-то играли вместе за ЦСКА. Вот Семак отковал Лужного. Пас в направлении Мороза. Столкновение и аут. Вот Денадий Мороз на ваших кранах. Аут будет вбрасывать капитан украинской сборной Лужной. 82-28. Меньше 8 минут до конца этого матча в Лужниках. Общественное российское телевидение продолжает прямую трансляцию. И повторяю, российская сборная во втором тайме открыла счет. То ли прямой удар Карпина, пробивший стенку. То ли подставленная голова Панова виновна в этом. Но так или иначе мы ведем 1-0. Лужный. Пас направо Шевченко. Очень опасно. Но Дроздов. Молодец, Юрий. Мяч остается у команды Украины. Это вот Сергей Ковалев, вышедший на замену. Уже пас на правый фланг. Лужный переадресовывает уже эту площадку. Замешкался Анопка. Ему снова помог Дроздов. И здесь помогает Дроздов. И сильно выбивает мяч из штрафной площадки Хохлов. Да, наши уже и не идут вперед. Микитин подбирает этот мяч. И смотрит кому отдать. Видимо длинный пас сейчас вперед последует. Не точно перехватывает мяч Валерий Карпин. Вновь аут. Вновь Микитин. Это Гусин. Низом передачи. Там Анопка внимательно играет. Выбивает мяч из центра шахты площади. Ребров пытался сыграть на опережение. Но Анопка был бдителен. И вот уже Титов убивает Валк. Чувствуется как устали футболисты. Даже бесчастных. Казалось бы вышел на замену. Сыграл гораздо меньше чем у партнеры. И тоже тяжело дышат. Под. Градом. Мяч. Ковалева. Ковалев. Отдает Шевченко. Нет не получается. Но отскочил к Мизину мяч. И назад. Назад. Ковалеву. Лужный на правом фланге. Смещается в центр. Трибуны уже не умолкают. По Среброву. И против него Хлистов. Молодец Хлистов. Смертен. Играет с Оленичевым. Хохлов. Хохлов. Храднокровно. Слишком храднокровно. Хорошо. Все закончилось хорошо. Титов переправляет мяч на открытый фланг. Открытый правый фланг. Здесь Карпин. Поднимает руку Семак. Там в штрафной площадке. Карпин. Это его игра. Подача. Длинная передача. Но в данном моменте не получилось. И Гусин уже пас налево. Ковалеву. Ковалев пытался играть Шевченко. Здорово на опережении сыграл Дроздов. В очередной раз на опережении. Хорошо принял Шевченко. Титов. Семак открывается. А там Бесчастных. Пас Бесчастных. Ну. Пробез него Головко. И же форвард. Можно обвести. Попытаться хотя бы одного защитника. Угловой. Пошел подавать. Испешно пошел подавать Оленичев. Пять минут. Меньше пяти минут. От которых зависит судьба нашей сборной. От которой... От которой зависит судьба наших надежд на команду России. И быть или не быть нашим футболистом в финальном турнире чемпионата Европы 2000 года. Оленичев подает. Нет. Немножко там придержали. Ну. Даже не важно что Мизин придержал Хохлова. Там не было честно говоря и нарушения правил. Просто все видели что это мяч Шавковского. Не ошибиться здесь. Анопко. Пас вперед. В надежде на рывок Бесчастных. Но этот пас был обречен. И Мороз с мячом отдает назад. Длинный перевод мяча в Ищука. Не точно. Там Гусин. Гусин. Хорошо играющий головой сейчас. Нет. Отобрали у него наш мяч. Анопко. Анопко. И реклама у нас. Спонсор трансляции пиво мирового качества Невская. Вновь вернулись на поле и... И буквально с головы Шевченко снимает мяч Александр Филимонов. И не особенно сейчас наверное нужно спешить ему. За три с половиной минуты до окончания матча. Но если судья что-то добавит не думаю что очень много. Сколько еще не выходил с табличкой по-моему да резервный арбитр? Еще верновато. Тоже англичанин кстати. Майкл Райли. Мы его не представили. Но это не так важно. Сейчас его роль становится важной. Ну улыбаемся мы. В общем все диктует. Добавленное количество. Добавленное время диктует. Главный арбитр естественно. Хорошо, хорошо в отборе. Снова против Реброва сыграл Хлистов. Молодец. Но не расслабляться, не расслабляться. Микитин повперед. Смертин отчаянно в падении. И награды ему аплодисменты 80-тысячных трибун Лужников. Из последних сил бьются наши ребята. Сколько говорили об этом матче. Смертин нарушил правила против Мизина. Штрафной Шевченко. Наверняка сейчас последует туда перевод мяча в штрафную площадь. Там Лужный тянет руку. Лужный-то совсем один. Совсем один. Филимонов. Боже мой. И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота. Да. Мы ждали гола Шевченко. Надеялись на то, что его не будет. Но что этот гол будет таким. Филимонов поймал мяч. И по сути дела влетел с ним в свои ворота. Все разговоры о неготовности нашего голкипера к этому матчу. Не хочется их повторять. Но они становятся реальностью. Но посмотрите. Никто не мешал. Мешал только дождь. Злосчастный дождь, который прошел над Лужниками. Счет 1-1. За минуту. За полминуты до конца матча. Пока время не истекло. Ничего, ничего. Нельзя не расслабляться. Наши идут вперед. Да. Как там на стадо Франц? Пока 3-2 в пользу французов. Победа французов. Там выводят их на первое место. Как обидно. Шевченко не забивал ни разу. Вот мы об этом не говорили. Ни одного мяча не забил в отборщем турнире. Ребров забил 4. Шевченко ни разу. Ну неужели вот в таком матче и такой мяч? Кто-то говорил, ну когда-то он должен забить. Ну когда-то он должен забить. Ну вот Лаксов забил и хорошо. Так нет, вот и здесь. Филимонов, Филимонов. Пас Оленичеву. Оленичев врывается в штрафную. Последний шанс. Но бросается ему в ноги. Бросается ему в ноги Гусин. И выбивает мяч на угловой. Быстро спешит Оленичев. Спешит разыграть Симаком. Симак обыграл Шевченко. Но тут на помощь пришел Геннадий Мороз. И мяч снова выбит. Дроздов. Блестяще сыграл Дроздов сегодня против Шевченко. Но здесь что мог сделать он? Здесь была надежда только на голкипера, когда этот штрафной бил Шевченко. 89, 35, 36. Все меньше времени. Побыстрее, ребята, побыстрее. Внимательно устанавливает мяч Валерий Карпин. Что можно пробить поворотом? В расчете на всю ту же погоду. На скользкий мяч, на скользкий газон. Нет, Шавковский уверенно делает передачу. Шевченко. Шевченко обыграл Дроздову. Просто прокинув мяч. Просить не Шевченко, а Мороз в этом эпизоде. Мороз входит в штрафную площадку. Удар Филимонов на этот раз ловит мяч. И быстро вперед. Карпин. Судья показывает 4 минуты. Ну, хоть чем-то, хоть чем-то помогают нам английские арбитры. Еще есть 4 минуты. Пошло добавленное время. Ребров. Против него Карпин. Нет сообщений со Стат до Франции. Это значит, что французы выигрывают там и выходят на первое место в своей группе. В нашей группе. Пока еще нашей группе. Пока еще наши шансы живы. Но все меньше и меньше времени. И вот все в той же злосчастной точке сейчас пробьет Шевченко. Удрученно так стоит на линии. Стоит шахмой с ворот Филимонов. Шевченко делает то же самое. И на этот раз Филимонов с трудом переводит мяч через перекладину. Угловой удар. И не спешит украинская сборная. Естественно. Видели этот момент. Пытался атаковать Сергей Митин. Нашего голкипера. Лучше. Мы были лучше в этом матче. Вспомните моменты в первом тайме. Потом был гол Карпина. Потом мы грамотно оборонялись. Блестяще. Блестяще сыграл Юрий Дроздов против Шевченко. И такой гол. Но внимание. Андрей, вы правы, еще не все потеряно. Пока есть хоть немного времени. Хочется, во всяком случае, на это надеяться. Но здесь Головко. Лужный. Опытный киевляне. Лужный подает. Анопко пропускает мяч. Там Карпин. Трудно, трудно бежать, конечно. Легко бежать на крыльях успеха. Со Стадо Франц ничего нет. Спрашивали наших редакторов. Никакой новой информации. Пока французы выигрывают. Там у исландцев 3-2. Никитин. С ногами вырывает мяч. Сейчас у Реброва Семак. Отдает Анопко. Но вперед. Вперед. Бить вперед. Всем идти вперед. И там уже посмотреть, что будет. Как-нибудь. Ну, сейчас не время для академичной игры. Семак. Вперед. Отдает Коклову параллельно, параллельно. Линии штрафной площадки. А нужно бы. Вертикальный, вертикальный пас вперед. Ну, вот Анопко. Ну, туда, к линии штрафной. Там уже сгрудились сколько? 4-5 наших футболистов. Дроздов играет с Семаком. Семак Смертину. Смертин на левый фланг Оленичеву. Оленичев. Ну, обыграть. Обыгрывает. Подает. Ну, внимание. Прыгатимак не добирается и бьет. Может быть, последний момент у Хохлова. И он в очередной раз в сегодняшнем очень хорошем для себя матче не попадает по воротам. В какой момент. Смотрим еще раз. Все сделал Оленичев. И отскок. Это выбил мяч Мизин. И бьет. Но у Хохлова срывается мяч с ноги. Время. Дорогие наши редакторы, покажите нам время. Режиссеры. Полминуты до конца добавленного времени. Всего полминуты. Анопко бросает вперед. Бесчастных. Здесь Смертин. В борьбе. Мяч отскакивает к Реброву. Мы не ждем уже хороших новостей со Стадо Франц. Видимо, французы занимают первое место в группе. А второе. Шевченко, Ребров. Ребров, Микитин. Мяч вроде бы неудобный для Геннадия Морозова. Но сейчас все в пользу сборной Украины. Ведь идет время. Лужный подает. Теремонов на этот раз надежен. Ибес все. Свисток. Ничья, которая для нас равна поражению. Анализ будет сделан позже. Что делать? Ни счастье, ни удача. Так или иначе, российская сборная не попадает в Голландию и Бельгию на чемпионат Европы. Если, конечно, на Стадо Франц все закончится победой сборной Франции. Она сейчас ведет 3-2 у исландцев. Не будем унывать. Жизнь впереди. Наша сборная продолжает существовать. Будут, конечно, сделаны какие-то изменения. Олег Романцев не уходит из сборной. Он начинает готовить команду к чемпионату мира 2004 года. Режиссеры трансляции Ян Садеков и Раиса Фанина сегодня. Репортаж был организован общественным российским телевидением. А комментировали Виктор Гусьев, Андрей Голованов. Всем хорошего. Берегите себя, друзья. Редактор субтитров А.Семкин